Врачи о состоянии здоровья Вани Фокина из Магнитогорска. Ножка малыша находится вне угрозы. Ребенок постепенно переходит на самостоятельное питание и уже общается с мамой. Фото. Момент спасения малыша Вани Фокина. Врачи московского НИИ, неотложной детской хирургии и травматологии, продолжают пристально наблюдать за состоянием 10-месячного Вани Фокина, который пострадал утром 31 декабря при взрыве бытового газа в одной из 10 этажек Магнитогорска. За минувшую неделю здоровье Вани было стабильным, с видимым улучшением, рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения России Максим Радецкий. После возвращения в сознание мальчик постепенно переходит на самостоятельное питание. Ваня проявляет эмоциональную активность и общается с мамой. Напомним, после обрушения подъезда, маленький Ваня почти 36 часов находился под завалами при сильном морозе. Несмотря на тяжелые травмы, ребенок выжил. Мальчика в тот день доставлен в Москву, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, несколько переломов, обморожения, конечностей и нарушения функции почек. Было опасение, что не удастся спасти обмороженную ногу ребенка, но чудо, чудо произошло, ампутации не будет. Петр Гриценко о спасении Вани Фокина. Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы, сообщил Капсомольской правде официальный представитель Министерства здравоохранения России Максим Радецкий. Однако процесс заживления будет небыстрым, так как позже выяснилось, что нога Вани еще и сломана. Врачи говорят, что восстановление всех функций организма происходит постепенно. Ребенок начал самостоятельно дышать, эмоционально реагирует на маму, практически восстановилась функция почек. Хочется рассказать, как спасатели спасли младенца. Итак, читаем. Спасатели, вытащивший младенца из-под завалов в Магнитогорске, мальчика спасло одеялко. Когда никто уже не верил, что найдут уцелевших, на месте ЧП раздался детский плач. Фото. Петр Гриценко спас малыша из-под завалов. Шанса, что кто-то живой остался под грудой камней, с каждой минуты остановилось все меньше. 31 декабря в жилом доме Магнитогорского взорвался бытовой газ. Под завалами оказались десятки людей. На вторые сутки строительную технику все заглушили. Работать дальше было опасно. Вдруг из-под завалов донесся плач. Поисковая собака залаяла и потащила кинолога в сторону дома. Спасатель вытащил на свет крохотный кулек, в котором был завернут 10-месячный Ваня. Его родители выжили и последние сутки провели в молитвах. Субтитры создавал DimaTorzok Разбирали завал, отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. Как вдруг один из моих коллег Андрей Вальман услышал слабый детский плач со стороны прилегающей к дому. Когда Андрей говорил нам тихо, ребенок тоже затихал. Мы поняли, что он реагирует на его голос. Чтобы понять, где именно он находится, мы принесли телевизионную и звуковую систему поиска. Это такая удочка с видеокамерой, которая позволяет услышать и увидеть все, что происходит в образовавшейся завале полости. Рассказывает начальник управления аварийно-спасательных работ в зонах ЧС Центра по проведению спасательных операций особого риска лидер МЧС России Петр Гриценко. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова